Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из поучений Святаго Яна Затоустова на послание апостола Павла к римлянам. Человек гораздо лучше неба и может стяжать душу превосходнее красоты небесной. Небо, будучи видимо в течение такого продолжительного времени, убедило немногого. А Павел, проповедовавший недолгое время, привлек целую вселенную, потому что обладал душой, которая не меньше неба и могла всех привлечь. Итак, будем подражать Павлу, и если пожелаем, то и сравнение с нами ничего не будет значить. Ни небо, ни солнце, ни весь мир. Потому что все это для нас, а не мы для этого. Покажем, что мы достойны того, чтобы все это было создано для нас. Если же окажемся недостойными этого, то как будем достойны царства? И если недостойны смотреть на солнце те, которые живут для хулына Бога, то богохульствующие недостойны наслаждаться и тварями, которые прославляют Бога, так как и сын, оскорбляющий отца, недостоин пользоваться услугами честных рабов. Потому творение Божие удостоится великой славы, а мы подвергнемся наказанию и мучению. И какое будет несчастье, если тварь для тебя, призванная к бытию, преобразится в свободу, славы чад Божиих. А мы, бывшие чадами Божиими, по вине которых тварь насладится тем великим блаженством, будем посланы за великое нерадение на гибель и в гиену. Потому, чтобы этого не было, мы, приобрев чистую душу, станем и сохранять ее таковую, а лучше сказать, увеличим блеск ее. А если мы сквернили душу, не будем отчаиваться. Если будут грехи ваши, говорит Бог, как багряная, как снег, убелю. Если будут красными, как пурпур, как волну, убелю. Исайя 1, 18. А если Бог обещает, ты не сомневайся, но делай то, чем можешь привлечь эти обетования. Ты совершил много худоих дел и преступлений, что же? Ты не сошел еще в ад, где никто не исповедуется. Аристаль еще не уничтожена. Но ты стоишь среди поприща. И можешь даже последнюю борьбой возместить все поражения. Ты не там еще, где находится богач. И тебе еще не сказано. Между вами и нами утверждена великая пропасть. Лука 16, 26. Жених еще не пришел, и никто не побоится дать Елея. Ты еще можешь купить и оставить для запаса. Никто еще не скажет, чтобы не хватило и вам, и нам. Матфея 15, 9. Но есть много продающих, есть ноги, голодные, больные, заключенные вузы. Одних накорми, других одень, лежащих по сети, или будет у тебя больше источников. Не наступил еще день отчета. Воспользуйся временем, как должно. Уменьши долги и тому, кто должен сто мер масла, скажи. Возьми расписку твою и напиши 50. Лука 16, 6. Так же поступай и в отношении денег, слов и всего другого. Подражай тому управителю. Убеждай к тому и себе, и родственников. Еще ты вправе говорить это, еще не находишься в необходимости просить об этом другого. Но имеешь власть давать советы и себе, и другим. А когда переселишься туда, тебе невозможно будет делать, как должно. Ни того, ни другого. И справедливо. Тебе дано было столько времени, но ты не принес пользы ни себе, ни другому. Как же? Ты сможешь получить такую милость, находясь уже в руках судьи. Ты, сообразив все это, станем заботиться о своем спасении, не станем губить благовременности нашей настоящей жизни. Возможно, вполне возможно и при последнем издыхании угодить Богу. Возможно и посредством завещания получить одобрение. Хотя и не так удобно, как при жизни. Однако же можно. Как же именно? Если в число своих наследников пишешь Христа и уделишь ему части из всего наследства. Ты не напитал его при жизни своей, по крайней мере после смерти, когда ты уже не господин своего имения, передай его Христу. Он, человека любив, и не строго из тебя взыскивает. Конечно, и любовь больше, и награда больше, если питаешь его при жизни своей. Но если ты и не сделал этого, то, по крайней мере, исполни второе. Оставь его сонаследником своего имущества вместе с детьми своими. А если ты не решаешься и на это, то вспомни, что отец его сделал, тебя сонаследником его. И изгони свое бесчеловечие. В самом деле, какое извинение ты будешь иметь, если вместе с своими детьми не сделаешь участником. И того, кто сделал тебя участником неба и умершен ради тебя. Конечно, сам он что ни сделал, сделал не в уплату долга, но для обнаружения благодати. А ты после стольких благодеяний остался еще должником его. Однако же, при всем этом, он венчает тебя, как будто получает от тебя милость, а не долг взыскивает. Тогда, как в действительности, получает от тебя только свое. Итак, отдай ему деньги для тебя, уже бесполезные, над которыми ты не господин, а Христос даст тебе царство, всегда для тебя полезное. А вместе с ним дарят тебе и здешние блага. Если он будет сонаследником детей твоих, то облегчит их сиротство, избавит от обид, отразит злоумышления, загроздит уста клеветников. Если дети твои не будут в состоянии защитить завещание, то он сам это сделает и не допустит нарушить. А если и допустит, то сам по себе исполнит все написанное с большей щедростью, потому что ты и его удостоил писать вместе с детьми. Потому оставь его своим наследником, ведь ты к нему должен идти, и он будет судить тебя во всем здесь совершенном. Но есть и такие несчастные, жалкие люди, которые, не имея у себя детей, не соглашаются это сделать, а предпочитают разделить свое имущество с отрапезником и льстецам, а хоть не отдать тому или другому, нежели Христу, столько их облагодетельствовавшему. Не хотят подарить ему и малой доли, но питает ему столь враждебные и неприязненные чувства, что не уделяет ему даже того, что для них самих сделалось бесполезным. Разве ты не видишь, сколько людей не удостоились иметь и такой конец, но похищены внезапно? Бог сделал тебя господином для того, чтобы ты смотрел за принадлежащим тебе, сказал свое слово и распорядился всею свою собственностью. Какое же ты будешь иметь оправдание, когда, получив от него такую великую милость, пренебрегаешь его благодеянием и ведешь себя совершенно противно тому, как вели себя твои правцы по вере. Они еще при жизни своей продавали все и приносили к ногам апостолов, а ты ей при смерти не даешь никакой доли нуждающимся. Хотя освобождать других от нищеты при жизни своей и лучше, и подает многое дерзновение, но ты, если не захотел того, по крайней мере, при смерти сделать что-нибудь доблестное. Небольшую, правда, любовь ко Христу означает это, однако же, любовь, ведь если не будешь иметь первенство с садницами, но немаловажно находиться и позади них, а не стоять с козлищами и ошуем. А если ты не исполняешь и этого, то скажешь, что скажешь в защиту свою, как скоро не делаю тебя человеколюбивым ни страх смерти, ни то, что деньги становятся уже для тебя бесполезными, ни то, что доставишь в безопасность детям, ни то, что и себе приобретешь там великое снисхождение. Потому советую преимущественно при жизни своей уделять большую часть имущества нуждающимся. А если некоторые настолько малодушны, что не могут решиться на это, и хотя бы по необходимости пусть делаются человеколюбивыми. При жизни своей ты был так пристрастен к деньгам, как будто был бессмертным. Но теперь, когда сам видишь, что ты смертен, хотя теперь оставь такую мысль и распорядись своим добром, как смертный, или лучше сказать, как назначенный, постоянно наслаждаться бессмертную жизнью. Как не тяжко, как не ужасно то, что намерен сказать я, однако же необходимо это сказать. Здесь одно слово приводит тебя в трепет, но что скажешь там, когда переселишься туда, услышишь слова гораздо более ужасные, и когда увидишь орудие нестерпивого мучения. Кому ты прибегнешь? Кого призовешь союзникам своим и помощникам? Авраам или? Но он не услышит. Или мудрых дев? Но они не дадут тебе, Элея, отца или деда. Но никто из них, сколько бы ни был свят, не властен отменить грозного приговора. Размыслив о всем этом, проси и моли того, кто один властен, загладить твое рукописание и угасить вечный огонь. Его преклони на милость, всегда питая и одевая, чтобы и отсюда тебе отойти с благой надеждою. И, вившись туда, насладиться вечными благами, которые достигнут, да будет дано всем нам. Благодатью человека, любием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу. Слава, держава, честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.